Всем привет! С вами Алексей Гончаров. Прошу прощения за мой голос, но простыл. В общем, кто не видел обзор на эти наушники, ссылка будет в подсказках в описании. Вот такие наушники купил ЛТБ. Ну это была по акции, какие-то беспроводные bluetooth наушники. В общем, там ссылка будет на обзор. Меня аж разобрало любопытство посмотреть шоу внутри этих наушников, как они устроены. С удивлением для себя обнаружил, что они состоят из одной единственной платы. Но плата сделана очень качественно, то есть сделана явно роботами. Вот здесь видно дата модель платы, то есть наушники. Сейчас попытаюсь ближе поднести, чтобы ничего-то не развалилось. То есть вот модель платы P47 версия 01. Ну и скорее еще дата изготовления. 20-е годы, 8-е, 20-е. Значит кнопки, кнопки управления. То есть вот 5 кнопок. Это микрофон. Здесь если присмотреться, то на микрофоне есть крошечные отверстия. Сколько их там? 6 штучек. То есть это встроенный микрофон. Две света и светодиодика. И с обратной стороны на платье за всю работу всех этих bluetooth наушников для себя с удивлением обнаружил, что отвечает за их работу одна единственная крошечная микросхема. И ничего больше на этой платье нет. Здесь больше кнопок, больше проводов, чем самих радиодеталей. То есть слот для карты памяти. Этот самый. Для штекера зарядка. Это для шнура три с половиной миллиметра. И вот сам процессор грубо говоря. Но это скорее всего какой-то этот кварц или что-то типа такого. Вот. Значит маркировка у этой микросхемы. Но эта камера вряд ли покажет. Там что-то буквы видны, но не могу увеличить. Сейчас покажу вам. Сделал фотографию на фотоаппарате с увеличением. Антенна для bluetooth. Ну и что самое интересное. Все это дело работает. Значит сейчас покажу вам фотографию сделанную на фотоаппарате с увеличением. Попытаюсь вам показать маркировку. Значит вот фото. Вот видна маркировка. АЭС. АЭС 2.1 БП4Б847. Ну это так кому любопытно. АЭС 2.1 или 1.8 или 1БП48 или 4Б847. И в конце 85А5 что-то такое. Здесь тоже видна маркировка может быть. Ну фотографию эту ставлю на монтаже в видео. Чтобы было лучше видно. Кому интересно рассмотрите. Ну давайте включим в таком разобранном виде. Сейчас зажму кнопку. То есть сейчас он в режиме сопряжения. Ну поскольку bluetooth выключен. Он сейчас не сможет ничего сделать. То есть выключаем. Да покажу вам еще. Стало интересно какого размера здесь аккумулятор. Вот он крошечный. Ну судя по обзорам которые есть на ютубе. Там люди ремонтировали эти наушники. Там было написано. Увидел что 250 миллиампер емкость. Хотя заявлено что 50 миллиампер. Ну похоже. Но на нем никаких обозначений нет. Он приклеен на двустороннем скотче. Отрывал. Но уже скотч порвался. Там точно такая же пустая сторона. Можете поверить на слово. Ну давайте сейчас ставлю карту памяти с музыкой. Посмотрим как они играют и как они работают. Но самое интересное. Все вставилось. Что за всю работу. Звук пошел. За всю работу отвечает одна единственная крошечная микросхема. Вот что самое интересное. Вот это меня просто добило можно сказать. Ну и сделана плата очень качественно. То есть не смотрю на свою смешную цену 239 гривен в Украине. То есть это даже меньше 10 долларов. Не такое качественное изделие. Звук конечно не супер-пупер качественный. Но это зависит от динамика. То есть динамики здесь не сверх какие-то там хай-энд, хай-фай и так далее. Но тем не менее. Звук нормальный. Играют. Хватило в принципе на несколько дней использования. Ну так по несколько часов в день. Поэтому в принципе наверное заявленное время работы. Которое указано в инструкции. 6 часов. Наверное все-таки совпадает. Ну в общем я если честно я поражен. То есть я думал тут что-то будет более серьезно. Ну можете меня назвать дикарем. Но прогресс шагнул далеко. Единственное что я здесь не нашел. Никакого обозначения. Никакого провода для FM антенны. Поэтому возможно у них и не очень хороший прием. FM приемника. Вот здесь если посмотреть. Так сейчас наверное поставлю на паузу. Чтоб музыка не мешала. Или даже выключу. Все. Power off. Выключилось. Да. И в обзоре я вам там показывал. Что есть на экране телефона. Значок батарейки. Действительно тот значок батарейки. То есть при уменьшении заряда. Тот значок уменьшается. И когда батарейка разряжается. Сами наушники в динамике начинают говорить. Что power low. Или battery low. Я уже не помню. Ну в общем. Говорят что батарейка разряжена. Но правда это немножко начинает напрягать. Потому что сначала она говорит редко. А потом чем батарейка сильнее разряжается. Тем чаще и чаще она уже это повторяет. Бубни. То есть музыка прерывается. Но она не ставится на паузу. То есть во время воспроизведения. Наушники начинают говорить. Battery low. Battery low. Потом просто в определенный момент. Питание отключается. И все. Звук замолкает. Ну и сейчас попытаюсь собрать при вас. Покажу так сказать обратный процесс. Разбирал мимо камеры. Потому что сам не знал как это все разбирается. Но попытаемся собрать. И покажу вам. Значит сначала вот эту всю плату нужно вложить на свое место. То есть здесь есть вот такие вот столбики. На эти столбики плата опирается в соответствующее отверстие в ней. Вот так вот. Все. Плата улеглась. Значит теперь. Проводок. Значит это сюда. И проводок. Он укладывается так. Чтобы у него была возможность двигаться. Так. Это сюда. Надеюсь видно. Это сюда. Значит по соответствующим отверстиям. Это я здесь просто укладываю проводок. Ну чтобы ему хватало расстояния двигаться. Он складывается в такую петельку. Вот. И потом вот это все прикручивается. То есть. Закрывается вот этой крышкой. Крышка просто на защелках. То есть здесь ничего ее не держит. Разобрал. Изначально снял абушюру. То есть протянул просто за счет эластичности вот этой ткани. Она слезла с динамика. Ну и потом просто динамик распрянился можно сказать. Вынулся тоже здесь на столбиках. Так все спроектировано. Сделано что. Собирается все на этих санах. На ножках. Так. Сейчас немножко вот так сделаю. Чтобы было чуть повыше. Чтобы не было место для пространства. Для упорки. Так. Это сюда. Как-то оно должно вот так вот ездить. Чтобы здесь ничему не мешать. Ну в принципе тут по-другому особо и не уложишь. То есть вроде здесь все. Все на своем месте. Провода не перепутаны. Так. Это есть. Это есть. Значит это можно сразу закрыть. Получается. Здесь оно как-то Такие вроде как Типа полозья сделано. То есть Задвигаю. Плата выпала. Сейчас. Короче. Сопирать будем не так. Нужно ничего не оторвать. Потому что провода здесь Очень нежные. Если резко что-то дернуть, то можно что-то и оторвать. Думаю это понятно. Так. Нет. Так не годится. Сейчас она будет затягивать. Так затягивать не будет. Так она будет нырять туда. Вот. И будет вытягиваться. Так. Значит. Просто сейчас Прикладываю. И будем застегивать. Там застегнулось. С одной стороны. А с этой. С этой пока не затягивалось. Так. Здесь полозья из дивана. Поэтому она должна защелкнуться. О! Защелкнулась. Так. Теперь если плата не слетела. Она слетела конечно же. Со своего места. Поэтому. О! Сейчас все уложим. И положим на свое место. Так. Плата вроде бы лежит. Но она не попала на свои столбики. Так. Вот теперь попала. Так. Ну все. Теперь. Это можно застегнуть. Она застегнулась. Это застегнулась. Теперь. Ага. Провода немножко подвытяну. Провода для аккумулятора. Чтоб она закрылась. Во! Так. Это есть. Вот так. Теперь можно закрутить винтик. Который соединяет. Две вот этих частей воедино. А вам не очень видно. То есть это винтик, который фиксирует. Подвижность. Тут должна быть небольшая подвижность. Но подвижность сохраняется. Теперь надо одеть сначала вот эту амбушюру на динамик. А потом динамик одеть туда. Потому что потом ее одеть не получится. Потому что здесь слишком маленький зазор получается. Поэтому сначала одеваю. Вот так. Где тут вверх-вниз. Сейчас сориентировать. Так стоять. Наверное, там будет удобнее. Вот так, наверное, будет удобнее, да? Чтоб не мешалось ничему. Так. Вот так. Да? Да, вот так. Значит, вот это получается у нас вверх. Это получается у нас вверх. Или не вверх. Здесь перепутать невозможно. Потому что провода я не отпавил. То есть провода все как лежали, так лежат на месте. Так. Так. То есть вот так оно будет в собранном виде. И потом нужно будет одеть. Одеть на свое место. То есть вот это вверх. Значит, обрезаем амбушюру на сам динамик. Пытаемся как-то вот так. На самом деле, такое вроде бы дешевое все. Оно поразительное. Для меня это, конечно, открытие. Можете написать свое мнение в комментариях. Как вы считаете, насколько качественно эта штука сделана? Ну, судя по минимум деталей, и за все, что за все отвечает процессор, вот это одна-единственная микросхема с той маркировкой, которую я вам показывал. Она же за радио, она же за MP3-плеер, она же за Bluetooth. Ну, в общем, все-все-все в этой одной-единственной микросхеме. Интересно, конечно. Просто интересно. Так. Одевайся. Не очень хочет одеваться. Оно уже все почти. Оделась на месте. Почти немножко надо. Во. Во. Тут есть следы, остатки. Ну, то есть, чтобы оно было сориентировано по обвалу. Так. Ну, и теперь здесь есть два пупырышка. Эти пупырышки оставили следы. Вот. Все. Теперь оно собрано. И можно теперь вставить на свое место. Застегивать. Так. Проводки здесь, проводки здесь. Никто ничего никому не мешает. То есть, собирается оно сложнее, чем разбиралось, скажем так. Все. Наушник собран. Осталось одеть вот эту крышечку и проверить, что еще будет работать. Включаем, проверяем. Power. Power. Все включилось. А, плохо одел крышку. Сейчас. Она здесь тоже одевается на... Такие, видите, здесь ножки с защелками. Ну, все. На месте. Так, включаем. Сейчас выключу. Вставим этот самый. Карту памяти и одену наушники на телефон. В телефоне два микрофона, как раз напротив каждых наушников. И посмотрим, будет идти звук или нет. Удалось собрать и восстановить. Пошло играть. Регулирую громкость. Адамацию. Пауза. Пауза. Радио. Пауза. Все работает. Все работает. Все собралось. В общем, если кому было интересно, как устроены эти наушники. Так, выключаю. Жмите лайк. Покажите видео друзьям. Мне из любопытства было просто интересно разобрать, посмотреть, как наушники устроены, что у них внутри. В принципе, вот такие вот прикольные наушники. И оказалось, что они вот так вот просто устроены и одновременно сложно. В общем, ладно, кому было полезно, жмите лайк, делитесь ссылкой на видео с друзьями. С вами был Алексей Гончарова. Наушники P47. Купленные в АТБ за 239 гривен. Ссылка будет в подсказках в описании. Всем спасибо, кто смотрел. Будьте здоровы. Берегите себя. До новых встреч. Пока-пока.